о бог довлатова вернись к нам вот эта щель по-прежнему нас продолжает радовать представляете страна такой начнет делать даже до чего россии тогда катится это невеликолепно это просто с башки с довлатовских времен не изменившись мы с вами здесь прямо на одной волне гид павел перец у меня сегодня довольно странноватый вид я даже не про это это мы забыли костюм наглаженный с рубашечкой и короче вот походу пришлось купить еще один рубашечки не оказалось я решил ну и хер с ним все равно никто не докопается так что я немножко такой знаете оля как вот когда галстук надеваешь на на что я специально встал чтобы я так знаете был в половинку в половинку смотрите как вот так вот вот так вот да так вот вот видите в половинку мы перевернули календарь сегодня 3 сентября правда выпуск я этот выкачу наверное вообще в октябре мы заготовлен контент заранее но сегодня день д в городе петербурге день довлатова и я клюсь я не знаю я только примерно знаю как мы сегодня с вами пойдем я надеюсь возможно мы застанем на улице рубинштейна льва я кручу лурия который уже возможно так сказать принял по этому поводу и сидит он своей смешной спортивной шапке как бы возле памятника а может быть и не встретим посмотрим как дело пойдет но у нас не было будет две темы кто о чем в шива-абане и естественно про терроризм тоже речь пойдет провод революционный да кстати я сразу хочу показать вот прямо с этой точки как это все выглядело во первых здесь были раньше вообще лотки в 90-х годах с матрешками и прочей лабудой а фотография вообще 1860-х годов 60-х 60-х для нужно правильно артикулировать 60-х годов 60-х годов но она сделана чуть подальше но неважно там виден дом это я совершенно обалдел еще которые вот до появление полы еще сезора утомить и наверху такая теплица такая теплица но это мастерская булы так вот на фотографии там видно что там было тоже фотомастерская биянки вообще про это все про этот дом и про это все вы можете прочитать у меня путеводители неске с перцем а мы с вами сейчас посмотрим вот сюда вот в эту сторону и увидим что оказывается раньше здесь до революции росли деревца потом советское время здесь прошли кустарнички а вот сейчас там нету ничего то есть высота растительности все время уменьшалась нам надо вот как обычно посмотреть на то на что никто никогда не смотрит вообще здесь висят мемориальные доски но одна понятно мы сейчас про нее поговорим но значит вот это например да г.в. плеханов это георгий валютинович плеханов в этом здании в читальных залах тра-ля-ля работал основатель первой русской максистской организации группа освобождения труда и это как бы его не только спасло это вообще был мэтр в семнадцатом году его фамилия вот в марте например звучало гораздо громче чем фамилия ленина это был тот человек который произнес первую политическую речь у нас во время знаменитой демонстрации возле казанского собора в 1870 году когда был поеден впервые красный флаг он был тогда еще студентом политехнического университета именно он вы возможно знаете если смотрели все мои лекции и выпуски сказал при расколе партии земли и воля народовольцем будущем что все чего вы добьетесь это то что после имени александра будет не две палки и а три и как воду глядел но здесь понятно иван андреевич крылов он работал и жил с той стороны там переулок его именем названы а нас конечно еще вот это вот мемориальная доска интересует работал выдающийся деятель русской культуры владимир стасов значит по поводу стасова можно много чего рассказываете я тоже об этом не раз уже заикался но мы коснемся его когда подойдем к дому басина вот там дальше и я расскажу про концептуальные терки в архитектуре потому что мы идем по классическому вообще ансамблю вот видите да это конкретно у нас росси построил с той стороны соколов с этой росси обратите внимание что цвет серый цвет библиотеки серый с той стороны но мы их не увидим но поверьте они там есть там находятся пабильоны аничкова дворца который тоже росси построил который тоже серые ну и соответственно александринский театр который мы с вами направляемся он тоже должен был быть по замыслу росси серым но николай первый настоял о том чтобы он был желтым потому что ему хотелось побольше солнечного света в городе петербурге он считал что если дома красить желтой краской это создаться ощущение солнечного света а на самом деле это создало ощущение псих дома поскольку вот желтый дом это арго называется у нас психбольница потому что обуховская больница на фонтанке собственно она она вот так народом называл желтый дом вот там народоволицы рыли подкоп в лавку кабозевых или кабозевых я об этом рассказывал отдельно у меня был опуск а мы направляемся с вами в каткин садик и в контексте моего рассказа эта местность интересна тем что именно возле этого памятника екатерина второй была взята софия львовна пировская действие арестовали она носилась по городу совершенно сумасшедшая в планах спасти своего значит мужа любовника соратника по партии андрея жили оба кстати если мы посмотрим на вот разверни туда на классическую панораму садовникова то мы увидим что никакого памятника нет ну и вообще в принципе стоит этот александринский театр который я вам об этом рассказывал во время лекции своей про мистический петербург действительно россию когда его строил он вызвал волхвов волхвы пришли потому что он не знал где этот театр поставить ближе дальше левее правее на его месте на месте александринки у нас в честь супруги николая первого мариинский в честь супруги александра второго на его месте раньше стоял у нас другой театр по проекту винченца бренна и он выглядел вообще как не пришли к были хвостом во первых был ориентирован не на невский а вот туда в сторону фонтанки плюс там ну когда это за абонировать ложу когда эту ложу абонировали и и могли оформить согласно вашим вкусом оклеить обоими до этого цвета который вам нравится в общем в этот театр приходили и как на современную опрашку папа подали к лоскутное одеяло просто вот и россии двигал 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 вот вызову волхвов вов вы пришли сказали вот тут вот здесь он энергетический излом абсолютно верно сейчас мы его прочувствовать я уже начинаю чувствовать это подъем энергии который меня возносит к самым небесам и я думаю может быть я уже почти что без пяти минут актер и но я конечно мне актер на куда уж мы именно с этим зданием связана известная история то есть ее рассказывать кстати вот вспомните может вы это слышали возле какой другой арки да гиды как видит арку говорят а вот архитектор говорил что если эта арка обвалится то собственно на ней меня и повесил на самом деле есть письмо известное карла ночи росси потому что это здание было первым российской империи где использовали железные перекрытия такого размера и многие думали что все нафиг обвалится россия сначала сделал у нас макет этого театра небольшой там танцевал на нем чечетку затем написал письмо что действительно если вот она обвалится то на нем меня и повесьте то есть это это правда но это касается вот этого театра вот про что я хотел вам сказать вот этот вот дом так называемый дом с петухами но он по проекту никонова хотя конечно особо значит запаристые искусствоведы считают что это там рапет еще в этом присутствовал короче какая разница никонова вы возможно знаете если смотрели мой выпуск про достоевского я показывал его дом пряник на колокольной улице он вообще был штатным архитектором синодального ведомства и вот у него на улице достоевского да как раз еще один дом сейчас он кстати реставрируется я хотел там сделать проходку но я жду когда его отремонтируем тоже совершенно потрясающе вот видите но дело в том что опять таки вокруг то одна классика вокруг одна классика и этот дом он здесь конечно мне пришли кобыли хвост то есть в другом месте он бы смотрелся идеально да но здесь он откровенно выбивается и вот леонтий бенуа он писал про этот дом что на фоне театра стоят прекрасные флигели с театральной улице между ними и следовало бы их загнуть до толмазового переулка толмазового крылова нынешний закончить тут так на углу толмазового переулка архитектор басин построил себе дом в петушином русском стиле что-то вроде кондитерского пирога вот так вот характеризует его бенуа ну и в общем у многих он вызвал конечно массу вопросов потому что еще раз хочу сказать как отдельно взятая единица он прекрасен кстати если мы посмотрим и он сейчас покрасим заподлицо ну то есть полностью а если мы посмотрим на фотографии как он раньше выглядел то он выглядел гораздо интереснее более того вот например могу вам показать тут же была реставрация и это реставрация она нанесла ну некий непоправимый урон этому дому допустим если мы посмотрим вот туда то мы увидим что там много раньше был балкон сейчас его нет ну и многих других деталей здесь нет отсутствует но при этом что писал владимир стасов который естественно топил а нам к дорнику который естественно топил за русский стиль за что народная за вот это все да и так далее символисты декаденты в баню а вот 25 лет русского искусства называлась статья стасова живописность общего крупные массы и всего красивее средняя часть увенчанная очень своеобразными низенькими куполами ряд тройных окон среднем выходящим выше на манер византийской и древнерусской архитектуры ну в общем далее ля 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 ново и оригинально все это образует необыкновенно художественное целое выпуклое полные теней света и колорита достойно соперничать по оригинальности со старыми итальянскими французскими дворцами 16 века ну что я могу сказать once again да то есть не здесь стасову абсолютно плевать на сочетаемость до архитектурных стилей и так далее вот это здание городского кредитного общества который кстати построен по проекту моего любимого архитектора виктора шреттера да это как бы как мы сейчас сказали первый ипотечный банк здесь у нас висит мемориальная доска вот с левой стороны конкретно сейчас окину метку нашей фотографии не ну вот ничего не читается но но в общем бунин здесь выступал впервые бунин да и у него есть об этом заметки то есть он это это первое выступление на литературных вечерах осенью 1895 года петербурге знаменитом кредитном обществе в общем он приехал сюда на это выступление весь такой по пошли если нас не прогонят я хочу хоть чуть-чуть не ну и что что банк что на банк нельзя ну выгонят и выгонят сейчас кредит возьмем я на самом деле написал в пресс-службу этого банка петербург купить какие двери совершенно с просьбой организовать официально здесь ну съемку но мне естественно сказали что нет ну смысле ничего не сказали я написал и вконтакте этой барышни тетеньки и на почту не ответа не привета ну и собственно обратите внимание это невеликолепно это просто смазбашки это у нас когда называлась подъемной машиной да вот это уже такой протомодерн получается хотя шрёдер он еще ну он застал эпоху модерна но был мастером у нас конечно эклектики но и как я всегда рассказывал кирпичного стиля здесь был концертный зал в котором много кто выступал на самом деле и вот в этом концертном зале и на самый верх давай не пойдем потому что бог а можно и подняться на сколько времени вообще успеем ну ладно пока мы будем подниматься вот обратите внимание шпингалеты родные сохранились видите это же великолепно возле огромного дома кредитное общество блеск еще лучше ослепительный электрический свет подъезда конные городовые с седыми седыми от мороза усами кареты и несметная толпа студентов и курсисток это он описывает как выглядел подъезд сюда в тот день пробираюсь какими-то особыми лестницами куда-то наверх где-то раздеваюсь и так далее и вот смотрите как он описывает бомонд той эпохи сам николай константинович михайловский но вот это для меня константин михайловский это как бы имя известное там народно народовольческого народнического толка собственно писатель сюда открывается прекрасная перспектива на крыше вот там вот у нас вообще фонтанка дальше сам потапинка кто такой потапинка без понятия да сам потапинка может мы проедемся на нем посмотрите на этот зал алло это ведь снос башки на вот это лепнина но благодаря банку конечно это все у нас да пройдите в кассу и соответственно отдайте свою душу и заключите договор арабски это самый пик называемой эклектики ну нужно было уж понимаете сделать дорого-богатое вот а когда-то здесь вот гремел сам потапинка я к тому что как изменяется какая у вас чудесная о футболочка там не супом кэмпбелл да помните кто их делал какой американский художник дальше петр исаевич под значит баранцевич вейнберг минский засудимский мамины ну вами сибиряк ну то есть понимаете вот это все фамилии которые тогда были в топе вот кто еще кто их знает да но вот как она все меняется дальше смотрите вот этот вот потапинка вдруг он как-то чуть ли не упал потому что томно прихрамовая шурша серым шелковым платьем сопровождение двух франтов студентов из числа распорядителей вечера всплыла м.г. савина м.г. савина это мария гавриловна савина звезда тогдашней петербургской сцены просто топовая актриса и все так далее а дальше вдоль обнаженный дальше дальше райское видение удивительный худобы ангел с белоснежными одеяниями золотистыми распущенными волосами вдоль обнаженных рук которого падала до самого пола это платье что-то вроде не то рукавов не то крыльев ну как вы думаете кто это гиппиус это гиппиус сопровождаемым бережковским божественное воскликнули куда вниз да все с тем же торжественным пафосом вот некий вейнберг возводя глазами к потолку ценой руку савиной ну и так далее ну и в общем он дальше рассказывает как он там читал как читала свои стихи гиппиус люблю себя как бога чем вызвала конечно же массу претензий в свой адрес засу димский страшный заика отрывисто выпаливал тоже свое низ неизменно из некрасова жизневольными впечатлениями души вольную отдай человеческим стремлением не проснуться не мешай ну и так далее но в 1895 году конечно же никто не знал что ждет страну дальше чтобы он будет писать окаянные дни что она окажется в иммиграции и что естественно никакого кредитного общества никакого ипотечного банка здесь больше не будет никогда ну мы с вами осветили очередную страницу из мира мемориальных досок и я вам очередной раз показал как как эти доски у бога иногда выглядят и соответственно я хочу координирую всякое разное по по ходу пьесам здесь у нас поставлена скульптурная композиция дворник почему потому что здесь у нас располагается жилищный комитет вообще это архитектор ян нейман он у нас много чего сделал ну вот например я тут буду делать проект для уже в процессе для лакте-центра и мы там рассказываем про вокзал в петербурге там поставлен бюст штиглицу это скажем его работа или например памятник тургенева вот я постоянно ходила раньше на манежной площади да это тоже он ну и масса всего но обратите внимание что у дворника здесь есть бляха вот он такой характерной шапки дело в том что ведь в то время дворник обязан был много чего делать там вести учет же же да у менеджера двора вести учет жильцам значит следить за порядком но и самое главное носить до полиции не поселился ли в его соответственно владениях какой-нибудь преступник особенно государственный потому что если вдруг его арестует этого государственного преступника преступника без ведения дворника то конечно он лишится своего места а это казенная квартира это подношение от жильцов во время праздников ну и собственно всякое прочее здесь у нас жил выдающийся руссоставитель толкового живого великорусского языка владимир Иванович Даль но про Владимир Ивана Далья у меня есть отдельная выпуска серия нижний с перцем я там подробно описываю как он тоже бодался с цензурой а вот тут у нас есть мемориальная доска что здесь находилось здание министерства народного просвещения бла-бла-бла росси и причисленные фамилии у нас конечно интересует прежде всего вот эта фамилия боголепов николай павлович боголепов ну и плюс тут у нас есть как бы господин толстой и господин делянов вот делянов присутствовал перед пред на посту перед боголеповым на самом деле мы когда выйдем туда я покажу вам что вообще-то главный вход в министерство просвещения был со стороны площади дома ломоносова и не отсюда а вот оттуда 14 февраля 1905 года зашел бывший студент петр карпович у него в кармане было револьвер смит весом и он выстрел прямо в шею этому министру и смертельно его ранил тут умер через несколько дней и эта история крайне показательна потому что во-первых это первый теракт российской империи совершенный в двадцатом веке это раз во вторых этот теракт сделал выполненный ну произведенный господи как теракт совершенной до одиночкой даже борис виктор и саенков будущий глава боевой организации писал что на тот момент как смерть конкретно боголепова ну никому не нужна была и это была абсолютно мера совершенно ненужная как вообще и здесь крайне интересно посмотреть вот описание этого случившегося факта в разных инстанциях да например как это описывалось в революционной среде причем на разных этапах становления допустим советского государства ну и как это нашло это какое отражение это нашло допустим в среде монархической в чем главный замес возьмем например боголепова он у нас человек который ну достаточно плотно и усиленно учился рано потерял отца на него повесили ну судьба на него повесила заботу о оставшихся там братьях и о матери тем не менее он соответственно начал делать карьеру и ему предложили пост ректора московского университета чего он не хотел на самом деле потому что он прекрасно понимал что ну с чем столкнется столкнуться он с бунтующим студенчеством которое не всегда хотел учиться а добивалась определенных прав вот туда кстати возможно когда-нибудь попадем потому что уже поговорил с господином горшковым и мы возможно сделаем экскурсию по редакции журнала онлайн-журнала как миссионер онлайн-журнала круче сайта нашего самого главного петербургского фонтанка ру ну и вообще расскажем про его там кухню и то есть 5 10 надеюсь у нас это случится я там кстати даже публиковался какие-то несколько колонок в 2015 году у меня есть можете погуглить повел перец на фонтанке ру они до сих пор присутствуют играет музыка из машины а из другой машины несется песнях блин и вчера была песня аэросмит и сегодня песня аэросмит расскажу если не забуду одну историю очень интересную про это значит он становится ректором и он с этого поста ректорского два раза увольнялся потому что но его просто доставала вот эта манера студентов бунтовать и не учиться на самом деле конечно справедливости ради надо сказать что студенческая среда в эпоху это куклу видели я помню где-то или они все одинаковые очень очень просто как будто одно лицо да студенческая среда она в эпоху реформ никола господи александра второго она получила достаточно большие свободы да то есть они могли выбирать сами там ректорский состав у них была определенная автономия у них была касса взаимопомощи и всякое такое прочее то есть они имели право на некое самоуправление затем в эпоху министра просвещения толстого а самое главное делянова это все свелось практически на нет но вот такой исследователь по фамилии клейн борт в 1927 году в журнале каторга и ссылка вышла статья его посвященная десятилетию смерти этого самого петра карповича он погиб в семнадцатом году как я расскажу вам вот и там он например описывал что него даже отбирали ну книжку бедные люди достоевского да ну а чем уж тут говорить ну и были самоубийства студентов по этому поводу плюс насаждались как они считали мертвые языки вот эти греческие латынь в общем убивало все живое тряля тряля вот здесь на самом деле вот там дела сейчас очередной комитет располагается вот здесь у нас и и было министерство просвещения именно сюда приезжал боголепов именно сюда потом пришел карпович да что касается карповича он у нас человек который поступил в московский университет и там соответственно оттуда вылетел благополучно потому что была такая форма протеста не сдавать сессию что-то не успевая про довлатов это ничего сказать ну ладно скажи потом да да ну мы туда идем до вылетела и надо сказать что этот клинборд который сейчас я даже найду вот смотрите вот клинборд пишет главный акт его защиту студентов да можно задавать что к быстренько ничего что с неопрятным юношей ваша дочь представляете с она такой начнет делать даже до чего россия тогда катится а или она вам такого жениха приведет а милая хорошо ладно да что не знаете что россия для грустных спасибо да да все на вас пожалуйста так сбили меня до главный акт его защита студентов которым применена была мера боголепова что за мера боголепова после того как боголепов два раза отказывался от поста ректоре потом возвращался причем у него один раз вставлять училась судьба какая жестокая то есть у меня сначала отец рано умер а потом у него умерло еще двое детей к на посту когда он был ректор и конечно же это его очень сильно подкосило он уволился но потом попросили опять занять этот пост и когда деляновка автор так указа так называемых кухаркиных детях вот загуглите сами друзьями что такое значит приказ кухаркиных детях значит что он обозначал деляновский когда он соответственно уже чувствовал что пора это и честь знать он сам указал на боголепова как одна одного из самых исполнительных и деятельных министров николая второму и николай 2 и просто в ультимативном порядке когда боголепов приехал он сказал что любезные занимать к пост министра просвещения он ректором не хотел быть а тут ему пост министра просвещения говорят да ну и соответственно еще сергей лишь вид при нем был принят указ согласно которому студентов особо отличившихся в кавычках да в сходках и так далее отдавали в солдаты на два года мера это была конечно жестокая и все это понимали ну и она вот она просто была на бумаге но ни разу не было никому применена вот первым применил эту меру как раз боголепов сначала он отдал 183 студентов киевского университета которые измонтовались а потом еще какое-то количество студентов петербургского университета и вот это конечно вызвало максимальный протест да при том что когда ты когда тебя исключают из университета ты не имеешь права повторного поступления только лишь в том случае ты имеешь право если ты подал прошение об этом на имя непосредственного не сопрещения а вот служив эти два года ты мог возвратиться и продолжить учебу поэтому вот так ну и плюс конечно царская власть сама рассылала представляете готовых пропагандистов воинские части да то есть это ну не очень было умно на с их точки зрения точнее с их точки зрения умная с точки зрения разума эта площадь кстати можно было бы назвать общей министерски потому что то здание которое за зеленой сетки располагается там раньше было министерство внутреннее дел потом-то располагалась типография имени в обладать ск爱 а дальше вот лена сдад вот там работала мама дому того кого корректором она изначально актриса потом она сказала хватит быть актриса и пошла работать на 200 и довлатов там работал до поступления в универ он там какое-то время проработал а потом он приходил туда в редакцию значит газеты на кадры верфи называлась там тоже ошивался благополучно ну да влатову мы еще с вами вернемся да мы кстати здесь гуляли только с той стороны частично мы этот маршрут вот с этой точки повторяем такую обратную сторону здесь кстати под ты вот совершенно феноменальный дом по проекту барановского до для купцов и лисеев а дальше школа в которой тоже учился до влатов но так стать помидо влата учился ефремов яков гордин кстати прекрасный у нас писатель автор ну соавтора одной из лучших книг про пушкинский петербург она так называется пушкинский петербург там же учился у нас рейкин да я не ошибаюсь а может ошибаюсь что там нет меня понесло по-моему в рейке нам не учился или учился или не учился или учился тра-та-та-та-та-та да либо да либо нет среднего не дано скорее нет чем да гид павел перец прикиньте если бы я попал сейчас на лицензирование я его не знам никогда да да вопрос это просто феноменальный какие там какие-то животные водятся где-то там что такое концепция экскурсии а вот это концепция экскурсии господи если бы знали какие там гандоны сидят некоторые люди просто могут прямо знаете скандал интрига расследования сделать такой выпуск но не хочу это грязное белье ворошить потому что естественно мы в этой всей одной куче варимся и когда тебе коллеги и рассказывают всякие подробности ты просто охреневаешь не говоришь про те ситуации которые были награды со мной но сейчас речь не об этом значит возвращаемся да вот боголепов отправляет их благополучно в аудо перейдем улицу очередной раз покажем замечательный бюстик александру второму и вот когда карпович то его соответственно спиртельно ранил вот этот акт террористический клейнбурд описывает главный акт его защита студентов которым применена была мера боголепова защита студентов то убить министра представляете от как сказать мастерство фразеологии до акт защиты это интеракт это от защиты но он это на самом деле стырил фактически копейка в копейку из воспоминаний веры николаевны фигнер который описывал вообще пребывание боголепов в шлифтельбургской крепости потому что она писала своим актом карпович защитил учащуюся молодежь после его выстрела сдачи студенты уже не практиковалось это кстати правда правительство дала особину об этом мы тоже с вами поговорим чуть подальше своим выступлением вдохновил молодежь которая назвала его смелым соколом из среды этой молодежи вышел потом балмашов через год от уже совершивший значит на убийство министра сипягина да то есть карпович подал пример при этом сам карпович вот он его увольняют из выгоняют из университета московского вот смотрите как сказала одна моя знакомая с которой мы вроде как заговорили завтра начать новый проект барс бабами барс бабы его назвал да ну там вот разные прекрасные фигурантки россия это она как женщина который нужен только абьюзер и это правда да вот александр второй вообще ни разу не наш кумир а вот иван грозный федор 1 сталин вот это наше нас надо постоянно дречить бить и потом тебе вот писать вот до моего деда репрессировали но он все равно уважал сталина и ты думаешь вот ваш дед был терпилой этим гордитесь мне об этом рассказываете как я должен на это реагировать с вашей точки зрения я просто в ауте с нашего народа но в общем-то каждый я считаю народ заслуживает то что он заслуживает вот это еще один дом кстати по проекту архитектора барановского ну на всякий случай напоминаю что одним из главных его произведений является конечно же елисиевский магазин клейн борт пишет что карпа в общем карпович решает поступать теперь в юрьевский университет это нынешний город тарту я там кстати был городок вот с пол мизинчика и там университете конечно местная администрация говорит ну нафиг нам нужен такой смутьян и они его не берут и тогда он пишет обращение на имя боголепова и тот разрешает ему поступить в этот университет повторно то есть он идет навстречу этому человеку которого выгнали уже один раз за соответственно политическую деятельность московском университете он ему разрешает реабилитироваться и второй раз соответственно попробовать получить высшее образование как вы думаете чем закончилось второе поступление карпович от университет города юрьев конечно же тем что он оттуда тоже вылетел поскольку чтобы делать лишь бы не учиться при этом вот клейн борт это человек вообще это публицист на такую довольно марксистского толка он писал что карпович уже вот во времена гимназии как-то не проявлял он стремление к наукам вот этот умственный труд его ни разу не увлекал его увлекала значит деятельность сопряженной с подвигами да пошли сюда и так далее сейчас я может быть даже найду точную цитату как он это описывал да кстати карпош называли карпович в гимназии карпоши а вот у нас деньги ведут экскурсию по местам довлатова наверняка рассказывают про то что он вот здесь гулял и чего-то делал возможно это даже до калории проводят этот вот замечательный у нас да ну вот чего она не покажет это они покажут эти вот петельки до замечательные которые показываю я боже у них еще вот эти вот скульдные ресиверы туда короче батарейки вставляются с такой пальчик это короче это нужен такой огромный чемодан чтобы привести вот но зато зато видать хорошо слышно я б конечно не выдержал бы таскать но смотри коты неожиданно правда вот еще один вот смотрите умственный труд не увлек его даже шлиссельбурге то есть когда он сел в крепость за свои деяния соответственно даже там хотя все остальные там этим занимались ну вот а когда он уже после разоблачения азеф решил в европе такие поступить университет убедился что наука не его это слова я хочу заметить принадлежат деятель в общем-то революционного лагеря да не какого-нибудь там на этим анархическому составителю мартиролога то есть вот такой человек вот учиться не хочу но вот душа вот просит при этом как он дальше еще писал что он любил пирушки кафе цирк женское общество конспиративный шла в разрез этим профессиональный рационер как тим не вытанцовывался но прикидывайте да один раз клейнбург его застал в поезде который ехал из москвы нижний новгород на всероссийскую выставку и соответственно там карпович у нас занимался тем что распивал водочку закусывая ее белым хлебом с чайной колбасой и клейнбург сделал вид что он такими пакостями не занимается это его соответственно цитата но карпович заставил выпить вот такой вот персонаж я хочу просто вам пояснить я не сгущаю краски я просто цитирую источники которые открыты это 27 год еще время более-менее вегетарианское до 35 году и сама катарга ссылка с журнал был закрыт и общество катаржан и социальных поселенцев тоже будет закрыты потому что все извините сделали революцию спасибо вам вот туда и вот он вот такой вот мыкался 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 и тут батя оставляет ему наследство хутор при том что карпович уже нелегальный но он умудряется будучи нелегальным этот хутор продать уехал в европу там вот сидел и вот когда соответственно дошла и дошло известие о том что да пришли прямо прошло известие о том что вот применяя эта мера к студентам киевского университета он соответственно приехал с этим пиф-паф записался на прием то есть это можно было спокойно сделать записался на прием с очередным прошением о зачислении пришел и выстрелил что было дальше его схватили сначала не знали как его судить потому что не было известно умер боголепов или нет тут у нас все без изменения как вы видите красивые окна с довлатовских времен не изменившиеся оболнеет просто но я все придумал и продавала тогда вторую часть когда мы выйдем на рубика и там в итоге вы представляете времена такие его даже не казнили его приговорили сначала у нас делать пять лет в шлиссельбурге вот фигнер как раз оставил воспоминания писала что у него такие вот опущенные ресницы вообще у него были какие-то женские черты вообще он такой весь добрый и все такое прочее клинворд писал что он добрый и вот он сам никогда не обманывал сам обманываться был рад и все такое прочее там после этого он отправился в ссылку на поселение и когда его везли этапировали он попросился у охранников магазин купил купил билет на поезд сел и уехал представляете вот вот царская россия на государственный преступник убивший министра ну как мы сейчас сказали образования на сел уехал сбежал европу и вот в европе жил потом вот приехал в петербург вот старая сохранившаяся у нас лифтовая шахта советская еще потом значит очень верил в азефа очень прямо очень верил но вот я вам процитировал клинборда да что он там любил кафе баб пирушки мои любимые цветастые окна и революционер в нем не вытанцовывался в итоге когда соответственно в семнадцатом году до азефа азефа у нас разоблачили для карпович это был страшнейший удар ну собственно как и для всех вообще или для савенков и для всех эсеров и он в общем забил на все как писал клинборда на сенциализм и на друзей и вообще зарабатывал деньги массажем вот когда в семнадцатом году случилась февральская революция и была объявлена всеобщая амнистия и все такое прочее вот наши любимые треугольные закутки всегда верю что для провинившихся детей карпович садится на проход плывет в россию на дворе это война на дворе война и корабль потопляет подводная лодка немецкая и многие спаслись но карпович не спался да и но тем не менее после его убийства этих студентов перестали отдавать то есть власть дала слабину и власть показала что теракт он может привести действительно каким-то положительным сдвигом и естественно все поглянулись и подумали что так можно было да и понеслась душа в рай соответственно партия социалистов революционеров развернула бурную деятельность мы вышли на улицу рубинштейна бывшую троицкую на улицу где прошло соответственно детство до облатого сейчас я пошлю live location наш очередной на гостинке встретимся с фотографом значит давлатов родился не в петербурге но вообще конечно продаватова надо не рассказывать о людям которые его лично знали и и ну лурии не переплюнешь вот у нас видите здесь днд здесь цитатки дом слеза социализма в котором сми жила тетя давлатова тетя давлатова между прочим тоже как я по-моему сказал да что она работала в ленинсдате тетка редактировала да тетя да тетя и мама от про тетя не сказала мама работала и тетя его там же работал в ленинсдате да тетка редактировала книги многих замечательных писателей например ты нянова зощенко форс судя по автографам зощенко относился к ней хорошо все благодарили его за совместную работу вот школа 206 я показал где она располагалась значит ага да с алюши лаврин за которым прижал форт и дальше он пишет что если я хорошо вел себя то меня бы взяли на дачу рубинштейн 22 это дом как мимо которого мы с вами проходим так ну чё найдем здесь кого-нибудь конечно день рождения праздник детства но нету у нас алуре то есть тут где-нибудь не видели луре не видели в этот нет нет ложечки ну что выпьешь нет я про алкоголизм еще скажу его ну вот этот пупан памятничек прекрасный это я так понимаю намек еще на его произведение чемодан которого мы коснемся там соответственно за углом у нас мемориальная доска в уфе он родился папа у него был театральным режиссером мама актрисой фамилия папа мечик довлатов это фамилия у мамы вот они эвакуировались и когда он не вернулись вот сюда у них было 2 2 2 комнаты в квартире в семикомнатной здесь но конечно окна у них выходили не в этот курдонер напоминаю что это курдонер называется окна у них выходили во двор папа сразу семью покинул к сожалению смотри-ка открыто здесь вот пойдем выйдем здесь здравствуйте там водочку наливают через довлатова если вас интересно вот правильно и я тоже нет да вот мы с вами здесь прямо на одной волне потому что нам вообще надо будет выйти на угол невского и этого тут шел ремонт надо интернет посмотреть в каком состоянии сейчас что я тут иногда группу вожу и мне надо это знать писать дома написал что квартира была квартира отличалась от других ну смотри как кого извиняюсь за мой французский от пидорасили хорошо на прям огонь салам алейкум молодец слушай ну прям вообще да радостно мне на душе от такого если я всегда говорю что для меня конечно как для гида фактурные сосанные углы но для как для петербуржца все-таки хочется так по таким дворам ходить безусловно чтобы здесь не пахло и чтобы здесь было все хорошо чем папа покинул их мама поменяла соответственно кредо и устроилась вот как раз корректоршей и у довлатова у него было вот такой знаете прямо чувство языка то есть он ведь в русском языке я вот когда сам работал главным редактором очередной у нас закуток нью-йорка здесь да мне говорила там наша корректорша такая классическая игра тут нужна запятана говорит но я бы поставила в смысле вы бы поставить то есть как бы есть моменты ну где ты уже сам решаешь как 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 тебе быть да ну понятно что сейчас когда добрая половина мемов у нас добрая половина мемов у нас пишется вообще с грубейшими ошибками вот он наш тотемчик живой да 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 о бог довлатова вернись к нам вот эта щель по-прежнему нас продолжает радовать но отсюда вот эти всякие его байки я через это проходил на самом деле у меня тоже есть масса истории какие у нас были ошибки очень смешные в газете которые застал ну например что вот в редакторском и корректорском деле очень букву важно например да вот главнокомандующий красной армии казалось до слова пропускаешь одну букву получается говнокомандующий да то есть это уже без пяти минут антисоветчина и вот он учился в этой школе он описывал себя как такого толстого закомплексованного мальчика причем он начинал в ней учиться когда она была еще чисто с мужским обучением но когда было раздельное обучение насчет девушек суши здесь есть очень классное заведение я бы его честно говоря пиарнул но я не помню если она будет в ту сторону да правило вот он ептет здравствуйте мы решили пиарнуть ваше замечательное заведение сделайте нам какао вот видите какой какао мать вашу за ногу а какой какао представляете какой есть одиннадцать разных видов какао я смотрю в инстаграме охреневая до от этого но сделайте мне какой-нибудь какой бы вы сделали своему молодому человеку если бы он плохо себя вел если он хорошо себя вел у нас есть классические виды то есть вы попробуете шоколад естественно вот давайте мне вот это да и в шоколад и его естественно среди я тебе дам то что я все не выпью стаканчик с собой молоко коровье принимаем молоко коровье принимаем как факт абсолютно да да стаканчик водички попросить то есть это короче шоколад речной работы скажу честно я покупал его ну какое-то абсолютно не моё мы конечно очень очень мы очень сильно и испорчен наш вкус вот этим покупным масс-маркетовым шоколадом который по сути иногда шоколадами не является сейчас напишу яйцо за полторы тысячи так это у меня такое есть 33 косаря господи люди не ходите ко мне на экскурсии увидите что несу ходите вот в декалурии кунет я без иронии говорю на самом деле абсолютно я безумно уважаю его яковлечу несмотря на его задвиги определенные вот это наш метр это наш вот это день д он на самом деле появился во многом благодаря но не только его конечно на движу но во многом благодаря его усилиям и прочее чирс так вот значит через 10 минут встречаемся с нашей фотографии не блин уже без пяти без четырех уже пять сюда так все хорошо пошло скоро экскурсия ой 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 thank you very many да да крышечки да не мы без крышечки о боже о боже нет я все-таки решил с крышечкой крышечка действительно amazing it's amazing рассказываю историю которую я рассказываю когда услышал песню группы аэросмит у них есть песня it's amazing и короче они когда снимали клип я думаю все его видели там вот самом начале там есть такое да есть такой момент когда я не помню как он поется там там вот он на фразе струб пейн та 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 вот значит я кого-то там впустил кого-то выпустил the right one впустил значит точнее выпустила кого-то впустил а вот кауина что-то обинцу the pain и вот the pain она на слабую долю их короче съемочная группа она все никак не могла попасть а там на заднем фоне гитариста раскрывается задний план и там такой свет и по очень красиво получается так так и короче я смотрел какой-то символит клип стив талер со всей братвой они ходили и вся съемочная группа она делал так 1 2 3 1 2 3 то есть он их учил как слабой доли потому что не все понимают анекдоты про это как например папа не приснился кошмар говорит чернокожие что такое что я белый пою сильную долю потому что весь рэп он такой бараба барабу а наши народные песни всякие для для душки тратопом тракуту тут 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 но это вот я вчера как раз рассказывал вот моя прекрасная вокалистка Нафиса Джуманиязова, она окончила народный факультет, и я, блин, я устал ее учить, значит, петь немножко назад. Вот видите, тут у нас жил основатель литературной газеты Антон Антонович Дельвик. Очень прекрасный человек, но очень ленивый. Но зато благодаря ему этот дом его удалось спасти. Таким образом, сделав приятное всем тем, кто пишет, заколебал, отвлекаться, и все такое прочее, значит, мы продолжаем рассказ про Довлатова. Он поступает в университет, он поступает в университет на филологический факультет, на финское отделение. Там поговаривали, что для того, чтобы обучать фарсовщиков финскому языку, потому что единственные иностранцы, которые тогда, ну, более-менее регулярно приезжали в Ленинград, это были, конечно, финны. И у него есть чудеснейшее произведение под названием Чемодан, к которому я буду еще обращаться сегодня. Мы, конечно, можем туда вернуться, на Рубинштейну, но пойдем здесь. Нам надо встретить девушку с фотоаппаратом, чтобы она не плакала в автомате. Что-то мои шуточки за 300 сегодня зашкаливают. Они уже не за 300, они уже за 250. Сегодня шутки со скидкой. Ну, день хороший, несмотря на то, что мы забыли нужный костюм. И там он знакомится с, как тогда писали, с первейшей красавицей Аси... Аси. Пикуровская, по-моему, у него фамилия. А он был такой большой, красивый, как Амар Шериф. Да, сейчас он спросил молодого поколения, кто такой Амар Шериф, а не Амар. Это типа из ресторана морской кухни что-то, да, такой Амар с соусом Шериф. Но очень популярный в то время актер. У меня есть выпуск в рубрике «Россия чужой взгляд», где как раз я рассматриваю фильм, где этот Амар Шериф играет нашего человека, который пытается, значит, закоммуницировать с вражеским женским агентом. И вот он, значит, такой весь красивый, и она такая красивая. Я, крен знает, возможно, эта Ася Пикуровская, она была примерно как Лили Брик. Ну, потому что на Лили Брик смотришь и думаешь, боже, но когда ты читаешь, какой сексуальной женской силой она обладала, ты понимаешь, что, наверное, в ней что-то было внутреннее. Да, возможно, была такая и Ася, потому что я пойду, и здесь пройдет двором. Потому что когда ты смотришь, конечно, на ее фотографию, ты думаешь, ну, если это самая красивая девушка, то как же выглядели, блин, не самые красивые. Ну, вот. Они подженились, но довольно быстро расстались. Потому что у Домлатова не было денег. Несмотря на то, что вот атмосфера в его квартире коммунальной, как он писал, что в суд, конечно, не плевали, драк не было, потому что там жили в основном интеллигенты. Но вокруг Ася, это как раз в чемодане очень хорошо описано, были все возможны адвокаты, инженеры, артисты и так далее. И, как он писал, что люди делятся на две категории. Одни задают вопросы, а вторые на них отвечают. Вот. Домлатов был из тех, кто задавал вопросы, а они были из тех, кто отвечали. И они там, ну, ходил в модный, соответственно, ресторан, гостиница Европа, который называли средний зал филармонии. У нас был здесь малый зал филармонии, большой зал филармонии, а туда, поскольку очень многие музыканты находили, его и называли средний зал филармонии. И денег на это нет. Ася Допекуровская в своих воспоминаниях написала, что он там в процессе мог там пойти, и пока народ танцует, он мог захватить там с соседнего столика куриную, ой, утиную ножку или там бутерброд с палецной икрой подтыривал, короче, жрачку с соседних столов. Или кто-то ему незаметно совал 4 рубля на такси, или они предоставляли место в их машине, потому что у них были машины, а вообще своя машина в то время у советского человека, ну, я не знаю, сейчас вертолет, наверное. Вот. Конечно, он, я думаю, что очень дико комплексовало по этому поводу, тем более он был такой здоровый, он как человек сугубо самоироничный, он как-то потом описывал, как его опознать, какой-то барышни, когда она должна была с ним встретиться, он говорит, вы меня узнаете, я буду похож на рыночного торговца урюком. Такой вот у нас прекрасный человек. И в итоге все, что-то не клеилось, из университета его выгнали за неуспеваемость и за непосещаемость, да и у Аси там что-то не очень хорошо. Это огонь, а труба-то слева какая шикарная. Их там, значит, клеймили за моральное поведение, а он писал, 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 ну и в итоге вот ушел он в армию, был призыв, он пошел и оказался в республике Коми, где вот он работал, работал, блин, служил, охраняя зэков. Он писал, что атмосферка была такая, то есть, например, там могли убить за пачку чая, что он дружил с человеком, который засолил в бочке свою семью и детей своих, но, тем не менее, жизнь продолжалась. И когда он откинулся, вернулся, он немножко понял, что отстал от жизни, потому что все его друзья-карифаны, они уже ушли вперед. А он, в общем-то, на самом деле уже жил с тем самым Гординым, он знал Бродского, и Пекуровская-то от него ушла, в общем-то, никому бы то ни было, а к Василю Аксенову, достаточно, ну, уже тогда известному московскому прозаику. Он как-то приехал в Ленинград и говорит, а кто у вас тот самый сейчас востребованный прозаик? Довлатов показал набитого, которого били милиционеры за то, что тот разбил витрину в магазине или еще где-то. Аксенов сказал, красивые же у вас, а, нет, хорошие же у вас прозаики. Мы пришли, кстати, к дому, где началась литературная карьера Достоевского. Хочу рассказать историю. В прошлый раз, когда ты ходила за нами, некоторые написали, как раздражает на заднем плане. Я сразу закрыла. Вот ты понимаешь, как тяжело людям живется. Вот у них такая тяжелая жизнь, кто-то на заднем плане их дико раздражает. Вот в Советский Союз был. Самое главное, что я была уверена, что я туда не попадаю. Ты попадаешь. Ну, слушай, сейчас тогда ты можешь просто идти вперед, чтобы не раздражать людей. Да, мы потом отдельно сфоткаемся. Там еще Елена, я перестраховался. Мы сейчас пойдем туда и выйдем на самом деле... Не, пойдем здесь по-владимирскому. Да. В общем, развелись они с ней. Дальше, что происходит с Довлатовым, он пишет, пишет. И было выступление, знаменитое выступление в Доме писателей, тогда на улице Войнова. И он там прочитал один из своих рассказов, крайне прикольнейший рассказ, совершенно убойный. Сейчас, ну, как бы его прочитаешь, то ничего такого суперкриминального не найдешь. Все смеялись, Довлатов был уверен в своем успехе, но поступил донос, что в Доме писателей состоялся сионистский митинг, где, ну, вот само, понимаете, вот само, сука, словосочетание сионистский митинг, да, вот в Российской империи антисемитизм был официальной политикой, а в Советском Союзе его как бы не было, но была вот эта самая борьба с ковспополитами, безродными, и все понимались, каково мы имеем в виду под этим названием, да, вот сионистский митинг. Ну и все, Довлатов, короче, не того, при том, что он даже печатался, он напечатался в Неве, вы смотрите, какой чудесный человек, какие у вас красивые тапки, потрясающие, просто, я в таких ходил в офисе и говорил, что они от Гучи, за 150 рублей, за прашки. Тебе верить? Нет, конечно. Нет, И так. И так. Вернемся к вопросам о международной политике. Я завис. Да, то есть он, он печатался, вообще на самом деле, ведь в Советском Союзе, если ты напечатался, тебе могли заплатить, не знаю, тысячу рублей за там публикацию. Тысячи рублей, это ты на эти деньги, ну, средний зарплант, я не знаю, 80, да, то есть, когда, вот он писал свой, вот этот рассказ, ну, по весь чемодан, он там писал о том, что у меня были долги, я не помню, там 80 или 90 рублей, и это уже был прямо потолок, край, да, для человека, потому что это был уровень месячной зарплаты. А тут тебе там, не знаю, выкатывают тысячу. Но печатать нужно было шлак, вот этот шлак, который килотоннами издавался в Советском Союзе, ведь там было, вы даже не представляете себе, вот я, для чего я вам специально вначале процитировала Бунина с кучей фамилий, которые сейчас никому неизвестны. В Советском Союзе таких фамилий было еще гораздо больше. То есть, если ты дудишь дуду и пишешь вот это вот соцреализм и прочее, вот, соцреализм может быть хорошим, я не спорю, возьмем там какие-нибудь картины, Дейнеки, допустим, да, но не только уже соцреализмом будешь жить, да, и вот на веянии вот этой вот оттепели, когда все воспряли, потом немножко в брежевское время начало все дело закручивать. Одно из мест, где все воспряли, вот на углу, я уже говорил, почему я не люблю про это все дело рассказывать, это Сайгон, но по легенде это был просто кофейник, да, то есть там наливали кофе, по легенде туда просто зашел какой-то мент, видел, как девушка заговорила, он сказал, ну у вас какой-то Сайгон здесь, да, потому что время было такое, Америка завязала во Вьетнаме, тема была такая дико популярная, и здесь вот они тусили, а Давладов очень любил приходить вот сюда, на угол Невского и Владимирского и назначать здесь все встречи. Я знаю по своему опыту, пошли по солнечной стороне, я знаю по своему опыту, что если встать на этом углу, ну вот раньше, да, вот здесь или на углу Малой Садовой и Невского проспекта, то можно встретить всех, кого тебе надо, рано или поздно. Вот здесь у нас сначала встреча со своей вот этой Асей Покуровской, у нас закончилась карта памяти, да, и соответственно мы взяли другую камеру, посмотрим, сколько, что-то у нас сегодня прямо проходка очень долгая. значит, вот здесь вот любил Довлатов, соответственно, ошибаться. В общем, если вкратце, да, сначала закончу про его историю, а потом вот коснусь того, ради чего я эту книжку достал. он уехал в Прибалтику, да, в Таллинн, и там у него на самом деле, поскольку Прибалтике было, ну, это была такая советская Европа, и все было немножко проще для людей, и напечататься там было проще, и у него должен был уже, должен был, должен был уже выходить в сборник, но он дал другой сборник своих рассказов про зону, почитать одному там человеку, а его, короче, накрыло КГБ, и нашли этот сборник, и представляете, вот уже набор довлатовских вот этих вот рассказов, его просто рассыпали, ну и все, у него депрессуха, его вторая жена, с которой он познакомился, Ритман, его фамилия, там, возможно, мы туда идем в кафе Север, она, в общем, улучшила свои жилищные условия, у них уже была отдельная квартира, они сюда приехали, но у Довлатова началась сериальная депрессуха, и он, конечно, очень сильно бухал, бухал безумно, вот просто, если даже залезть на страницу Википедии, там есть отдельная про него графа алкоголизма, и цитаты, соответственно, некоторых людей, один из них, там, по-моему, Ариев, я не помню, пишет, что он вот не просто пил, он прямо, а, этот этот, скульптор Рэмс неизвестный, вот, это он про него так говорил, он прямо вот вколачивал клин в себя, да, вот, как бы, это был такой акт суицида, по сути, вот, типа, на тебе, на тебе, да, сердце мое больное, ну, и вот это то, что я, например, принять, конечно, не могу, потому что, ну, как я уже не раз говорил, пить бросают все, некоторым это удается сделать при жизни. В 76-м году начали очень сильно прессовать всю оппозиционную движуху, наш этот мэр советский Романов сказал, надо покончить нам, став с вами этими англоинформистами, закручивать стали гайки, Довлатова один раз очень сильно приняли органы милиции, заставили подписать там какой-то протокол и так далее, в общем, его, по сути, вытворили из страны и вот он с мамой, с фокстерьером Глашей, он покинул пределы нашей необъятной родины рейсом Ленинград-Вена, ну и потом оказался в Нью-Йорке и там он потом и умер благополучно, не успев вернуться на родину, где его начали наконец открывать. Сейчас, кстати, это как в случае с Цоем, та же сама Ася Пикуровская написала про него вспоминания, ну то есть на Довлатове не оттаптывается по-моему только самый ленивый, ну собственно флаг руки, я вообще не против, это не моя тусня, не мой поколенческий срез и не мне соответственно там ворошить чистое и грязное белье. для чего для чего я достал вот эта книжка авторы Скрябин и Савченко «Непримиримость» называется. Это очень интересная книга про историю ленинградского уголовного розыска, написанная соответственно еще в матерые 80-е годы. И здесь, что лично было для меня интересным, это то, что ну, очень многие адреса приводятся, где какие-то преступления совершались. Я обязательно буду ее использовать в ходе своих экскурсий, включу, возможно, в отдельный маршрут под названием Бандитский Петербург, но ради чего я ее конкретно в данный момент открыл. Вот смотрите, цитата. Здесь он, 10 авторов, они приводят причины, анализируют причины, которые толкают людей на преступления. Не отголосок ли старинной мещанской болезни в виде сегодняшнего так называемого вещизма выплывает на поверхность? Бездуховная погоня за новыми, более модными предметами домашнего обихода. Что плохого в погоне за новыми, более модными предметами домашнего обихода? Я это не одобряю. Я человек, которому нужен матрас, душ, компьютер, интернет, все. Я в коммуналке жил, у меня были полки, которые я сделал из необлицованного ДСП, и мне было с ними абсолютно ништяк. Другой вопрос, что моя благоверная, конечно, с этим не могла смириться, у меня был на какой высокохудожественный вкус и прочее, а мне норм. Но я понимаю людей, которым хочется жить в нормальной атмосфере. Это первое. Подражание западным стандартам поведения, погоня за золотыми побрякушками в виде колец сережек, а то и крестиков, джинсами, о боже, за джинсами погоня, блузками с американским, а то и флагом на груди. Не с этим ли надо бороться всему нашему обществу? Каждый раз задаюсь вопросом, если бы наша страна создала бы свою собственную Икею, если бы она наладила выпуск этих пресловутых джинсов, значит, блузок, пусть с советским флагом, но если бы она создала нормальный ассортимент товаров потребительских, мебели, одежды, всевозможных средств передвижения вроде автомобилей, так я уверен абсолютно, что не было бы такого тотального развала всей этой системы. У нас вот на днях Горбачев умер, естественно, это у нас такой козел отпущения, но бесполезно людям объяснять, что сама система уже сгнила изнутри. Так вот Довлатов, он как раз был из тех, кого вот эти Скрябин и Савченко, я уверен, в душе осуждают, потому что он именно чего хотел? Он хотел писать книжки, получать за это деньги, сидеть в ресторане Европы, сейчас это общее место, мы с вами были на улице Убинштейна, где на каждом углу ресторан, вот здесь, понимаете, сейчас этим никого не удивишь. Он хотел жить той жизнью, которой он хотел жить. Да, этот образ жизни отличался от жизни простого токаря, и это как раз отображено вот его произведение чемодан, где описан процесс форсовки, сейчас люди даже не могут понять, молодые, что это такое, потому что мы можем одеться в любые шмотки, абсолютно любые, вопрос просто с деньгами и доставкой, да, причем ты можешь одеться как дешево, так и дорого, но это будут какие-то там стильные шмотки, а тогда в Советском Союзе стильного, модного было вот на полшишечки. Единственное, где что-то можно достать, это в гостиной на дворе, к которому мы с вами приближаемся. Было такое понятие выкинули, да, то есть выбросили на прилавок, прости господи, какие-нибудь там чешские сапоги, а не дай бог еще австрийские, и народ отпрашивался с работы и несся туда соответственно их загробастать. очереди стояли жуткие, но на галере, в этом самом гостиной в январе галера, это второй этаж, там вот были вот эти самые фарсовщики. И вот Довлатов описывает, как значит некий Фред, значит он его встретил, ему нужны были деньги, Фред его угостил и предложил соответственно заняться этим делом, они встретили каких-то двух финок с еще с одним хмырем, те привезли им там 720 пар носков, носков, ребята, 725 носков значит крепого нейлоновых, да, то есть из говеного синтетического материала, но как писал Довлатов это был продукт, который в Советском Союзе пользовался очень большой популярностью, а достать его негде было, то есть их можно было купить только за 6 рублей за пару, соответственно например себестоимость у них была там 90 копеек, то есть там навара колоссальная, и вот он написывает, как они эти финки привезли эти самые носки, они у них купили, решили продать по 3 рубля за пару, то есть там навар был по 500 рублей нарыло, там с таким юморком описывается, как они их там пытались даже соблазнить, и через день звонит этот спред и говорит катастрофа, что такое, зайдем в любой галантерийный магазин, наши выпустили носки точно такие же, только по 80 лидов с копеек, вот, и все, и вот эти финские стали никому не нужными, и говорит, абсолютно такое же качество, абсолютно такое же синтетическое дерьмо. Друзья мои, на этой высококультурной ноте мы прервемся, потому что мы и так уже загулялись больше часа, и более того, обо всем, что касается галеры на гостином дворе о фарцовке вам расскажет более знающий человек, это будет сюрприз. Важная новость для всех страждущих, если вы планируете новогодние праздники провести в Петербурге, то уже готово расписание на все эти дни, я имею ввиду расписание моих экскурсий. Плюс 20, конечно же, не обещают, но, что важно, и минус 20 тоже не обещают, по прогнозу будет довольно комфортная, ну, по нашим петербургским меркам, конечно же, погода. Ну, а перед этим будут все равно какие-то короткие вылазки мои, будет экскурсия 3-го числа в Петербурге, и будут две экскурсии в Москве 4-го декабря. Также напоминаю, что в продаже есть мои книги, крайне актуальный сейчас роман Корень, остросоциальный триллер про конец 90-х, начала 2000-х годов, книга про пиар во время русско-японской войны, с большим количеством картинок, если вы хотите узнать про технологию, которая не изменилась с тех пор вообще ни в чем, можете ее прочитать. Ну, и самый настоящий хит, это путеводитель по Невскому проспекту, тоже богато иллюстрированный и очень хорошо структурированный. Книги можно купить как у меня на сайте, так и после моих экскурсий, в этом случае я их подписываю, ну, и, в общем, вся информация вас интересующая находится внизу в описании под этим видео, ссылка на сайт и на мои социальные сети. Ну, и поскольку мы сегодня говорили про банк и про все вот это потребительство, с которым так безуспешно пытались бороться в Советском Союзе, то трек вам по теме. Если что, весь альбом точно так же можно скачать по ссылке в описании под этим видео. Я так устала от макарон, а хочется Борж, Калье и Афон, хочется в тужу лететь на юга и там зацепить богатого мужика. И он романтический вечер меня всем обеспечит. Деньги, Где вся деньги Готова убить И сразу забыть Деньги, Где вся деньги Так хочется жить О, как не быть Кредиты, кредиты, Возьми себе кредиты И не парься Я еду на тачке Я самый крутой Телки кричат мне следом Я респектабелен Я больше не панк Но каждый месяц Я ношу в банк Бабло Которое должен Бабло Этим банковским Не парься Не парься Долги не закрыты Придут к тебе бандиты Но не парься Не парься Не парься Не парься Мозги зашиты Глаза закрыты Возьми кредиты Мои кредиты Скорей Иди ты Ко мне Иди ты Возьми кредиты Возьми скорей Деньги Где вся деньги Готова убить И сразу забыть Деньги Где вся деньги Так хочется Жить О, Как не быть Деньги Где вся деньги Готов я убить И сразу забыть Деньги Где вся деньги Так хочется Жить О, Как не быть